Друзья, у вас есть страница в ВК, Инстаграм, канал на Ютубе или на Твиче? Хотите, чтобы о вас или вашем проекте узнали миллионы пользователей? Тогда хочу посоветовать вам один современный и надежный сервис по продвижению во всех социальных сетях smmcraft.ru Ребята привлекают действительно живую аудиторию и никаких ботов. Более 120 миллионов человек может узнать о вас и вашем продукте в России и СНГ. Заходи и начинай раскручиваться, ссылку оставлю в описании. Продолжение следует... Итак, дорогие друзья, сейчас я нахожусь на Янтаре и тайников здесь не шибко много, да и локация маленькая. Но надеюсь, лут здесь будет суперский. Итак, начнем с ящика с добром. Отличное название. Тут у нас батарейка, электрошок плюс 30%. Отлично, теперь идем к болотцу, старый сейф. В нем у нас слюда, пока что только артефакты падают. Тайник ученого. Надо валить, Сахаров и Круглов полные психи. Требует, чтобы я отправился с каким-то сталкером в центр излучения. Лол. Мне интересно, что тут за тайничок. А, пленка. Кому она вообще нужна? Золотая рыбка и 2 энергетика. Ну, пока что такие все тайники. Не, конечно, они плохо, да. Но я ожидал увидеть какое-то крутое снаряжение. Артефакты, конечно, которые падают очень дорогие и очень редкие. Но я ожидал все равно, опять же, увидеть другое. Так, тут у нас еще рюкзак. 40 патронов, 939 паб, паб сколько, паб 9 и 2 бенгальских огня. Ну, вот это неплохой тайник. Еще 60 патронов, 939 паб 9 и 2 консервы. Вроде как пси-излучение меня не дамажит, хотя я еще не забирался на территорию завода. Посмотрим, что там будет. Ломать мясо и 3 заряда М209. Тайник называется тайник группировки. Говорят, тут тайник какой-то группировки. Как только они под излучением пробрались. Давай посмотрим, что тут за тайник группировки, потому что я о таком вообще в первый раз слышу. Ну, такое морской еж и 2 энергетических напитка нон-стоп. Окей, 4 тайника осталось. Тут у нас тайничок, в котором 5 зарядов ВОК. Окей. Очередной рюкзак, в котором колобок. Ну, что-то слабенькие тайники для антаря. Ну, это мое мнение. Так, вот он. Ну, пацан тут прилег немножечко, да, и не проснулся. Ого, спас! 10 жеканов и 10 дроби. Слушай, неплохо. Смотри, у костра греются. Ха, прикольно. Так, до меня снорк тут докопался. Пошел нафиг. Вот так вот. Окей, где у нас тут тайники? На карте они почему-то не отображаются. А, это в лаборатории тайники. Слушай, ну погнали в лабораторию. А, вижу, вижу, кажется. Я что-то вижу там. Вот сюда вот спустимся. Да, смотри, вот он электрощиток. И в нем у нас тайник. Винторез. Ого, неплохо. И мы приближаемся к контролеру, которого сейчас, ну, петух вот взял и отомстил, короче, за призрака, но я его обыскивать не буду. И где-то здесь у нас тайник, да, вот он, рюкзачок. В нем у нас лунный свет. Первый раз встречаю этот артефакт в ТЧ. Окей, теперь текаем из лаборатории, текаем с янтаря и идем на армейские склады. Увидимся уже, собственно, там, наверное. Да. И мы на армейских складах. Здравствуйте, тайников здесь предостаточно. Оп, как я прилетел к ней. Ой, радиация. Тихо, тихо, тихо. Две аптечки и 60 патронов, 5,56 бронебойных. Окей, дальше идем к кладу под крестом. Так, тут опять радиация. Слизняк и ломать мясо. Это все, конечно, прекрасно, но я сейчас от радиации отъеду. Тут опять радиация. Вы издеваетесь. Слюда и медуза. Спасибо. Тут у нас опять радиация. Ты издеваешься, это меня уже бесит. Морской еж или что там было, я даже не увидел долгом. Аптечка, 40 патронов, 9,39, СП-6, 20 гидрошоков и каменный цветок. Ну, что-то слабовато пока что. Быстро, быстро, две аптечки и 60 патронов бронебойных к винторезу. Бежим. Так, тут у нас что-то есть. Ого, ящик. 40 гидрошоков. Ну, так, окей, давайте залутаем все вокруг базы свободы, а потом уже тут залутаем, пойдем на радар. Ого, ГП-37 и 60 патронов бронебойных к нему. Вообще суперский тайник. Так, в этой машине у нас, судя по всему, что-то есть. Ага, это и есть сама машина. Тут у нас кристалл. Все, тут у нас тайничок, аптечка, 60 патронов бронебойных к винторезу и 20 гидрошоков. Окей. Что за бронебойных... А, вот. 60 бронебойных патронов, 5,56. Так, тут у нас какие-то тайники есть. Вот тут, например. 70 патронов, 9, 39, СП-5 и капли. Или глаз, что это было? По-моему, это были капли. Так, это на территории базы свободы. А, нычка. Тут у нас мины. И я опять умираю от радиации. Я уже 4 научных аптечек должен. Ну, ничё, мы это потом зачтём, типа, когда будем подводить итоги. Опять же. О, научная аптечка, 2 аптечки и 4 бинта. Окей. Так. Заряд М209, 4 штуки. Или 5, я что-то забыл уже. Ну, 5 вроде бы там было, я не увидел толком. Ещё один винторез. Ну, спасибо. 16 джеканов и 40 д-19 бронебойных. Вот тут у нас что-то интересное должно быть. Ага, я же сказал, гром, значит, аптечка и 90 патронов к нему бронебойных. Затем в этом здании у нас, судя по всему, что-то есть. Да, тут у нас ящик. В нём гравий и каменный цветок. Три тайника осталось на базе свободы. ВОК-25, 3 заряда, значит. Гранат РГД, 2 штуки и гранатка F1, 1. В нём ещё один гром и 90 патронов к нему. Неплохо, и там где-то псих этот орёт. 6 зарядов М209. Ну, могли бы чё-нибудь и получше спрятать. Окей, теперь у нас остались тайники около барьера. Залутаем их и перейдём на радар. Я не знаю, стоит ли идти в лабораторию, их здесь идти лутать. Блин, лезть в лабораторию ради двух тайников. Ну ладно, это же типа мы все тайники лутаем. Чё это я? Я и так проворонив их с 18 лабораторию, а тут ещё и хочу их с 10 проворонить. Ого. Опять за мной долбанные кабаны бегут, я их ненавижу. Слизняк и 3 слизи. Спасибо. 60 патронов к винторезу и 2 консервы. Всё, валим отсюда скорее. Давайте, свободовцы, расправляйтесь с кабанами. Я пока тут полутаю. 939 СП-6. 75 патронов и 3 гранатки Ф-1. Так, резко-резко, друзья, здесь радиации капец как много. 100 патронов. Спасибо. Спасибо. О, смотри, тут ещё один труп. Я чё-то не замечал никогда эти трупы, вот этих сталкеров с артефактами. Блин, классно. А, и тут ломать мясо, гравий и каменный цветок. Всё, залутали мы армейские склады. Теперь направляемся на радар. Первый тайник у нас сразу вот здесь вот находится. Рядышком. Это у нас вот этот вот крест, в котором 5 вогов. Прекрасно. И дружелюбные монолитовцы. Что может быть лучше? Тут у нас вог 25р. Тоже 5 штук. Классно. О, сортирные запасы. Ха. Я не знаю, где этот тайник. Но надеюсь, не на тех локациях, которых я уже залутал. Ну, не должно быть, потому что я вроде все эти... Ах ты ж собака. Ах ты ж петух. Но я не буду возвращаться на свалку ради одного тайника. Вы шо? Теперь идём сюда. Я не знаю. Ну, давай вот так вот пойдём. Как дебил. Ха. Вот у нас тут сейф. В нём один гидрошок. Водка казаки. И УДП компакт. Так. О, вал и 90 патронов к нему. Уйди, блядь. Да отстаньте вы от меня. Ну, я так не хочу их убивать. Запас группы отчаянный. Что за отчаянный-то? Давай сейчас выйдем, короче, на главную дорогу. Пока будем бежать, я вам буду читать, что там за отчаянные. А, говорят, там остался запас группы, которая пробивалась к центру зоны. Прямо под излучением выжигателя. Никто из них не вернулся, а запас так и остался дождаться того, кто их... А, кто его подберёт. Ну, окей, я подберу. Кстати говоря, забавно было то, что вчера я нашёл нычку какого-то сталкера, такую бомжатскую. Обозвал его бомжом, и он в комментариях мне написал то, что это... И чё, это моя нычка была. Вот мне интересно, меня смотрят владельцы вот этого запаса, а? Отзовитесь в комментариях, если вы и есть те сталкеры, которые прорывались к выжигателю. Вот, смотри, сидят они тут. А чё вы тут сидите-то? Тут целых два ящика. Этот пустое почему-то. А вот в этом пять антирадов и четыре заряда М209. А чё вы тут охраняете-то? Сюда же войти нельзя. Кстати говоря, довольно-таки топовый блокпост. Он мне всегда нравился, то есть он довольно-таки укреплённый. Можно туда кого-нибудь вообще на вышку посадить. И вход только один, и то через вот эту вот херню. А, ну там ещё... Нет, там нельзя пройти. Или можно? Окей, можно. Но всё равно, типа, тут очень удобно обороняться. О, мои любимые бочки. Спасибо, что столкнули их на меня, братья. О, ещё одни бочки. Ха, тут у нас где-то тайник. Ага, вот рюкзак. Посмотрим, чё тут ныкают у самого выжигателя мозгов. Вот я буду орать, если там сейчас будет лежать какой-нибудь жиканчик, не знаю. Ну окей, колобок и пять зарядов М209. Ну такое, типа, выжигатель мозгов. Йоу, тут должен быть крутой тайник. Ну ладно, сейчас посмотрим, чё в лаборатории их здесь прячут. Вот там я реально буду орать, если найду какую-нибудь медузку и пистолетик. ПМЧ. Друзья, я только что из лаборатории, и, короче, я не смог найти эти тайники. Они не отображаются на карте. То есть, когда мы находимся в лаборатории Х10, там миникарта вот эта вверху, она вообще пустая. То есть, там даже никаких коридоров не показывает ничего. И потому не видно тайников. Поэтому эти два тайника я не смогу залутать. Но, если вы вдруг знаете, чё там лежит, то пишите об этом в комментариях. Будет интересно почитать. Хотя, подожди секунду. Смотри, короче, я попытался в сталкервике загуглить. Это, оказывается, тайники из Х18. Тогда, почему они отображаются вообще на радаре, и на них подписано в лабораториях Х10? Странно. Очень странно. Ну, короче, в лабораториях здесь, получается, нет тайников, но есть два в Х18, которых мы не залутали. Давайте посмотрим на Википедии. Ну, то есть, я сейчас у ней нахожусь, чё там лежит. Значит, в тайнике Копченого у нас лежала ночная звезда, артефакт и комбинезон Монолита. Вот такой вот комбезик простой. А в брошенном рюкзаке, я даже знаю, где это, вот, тут даже пикща прилагается. То есть, помните, да, все, вот этот вот зал? А вот, кстати, тайник Копченого. Лежало пять бинтов, две армейские аптечки, волкер по детям, патроны 9-19 бронебойных, 40 штук. И, в принципе, всё. Окей, тогда... Чё, почему не мог пошевелиться? Окей, тогда кондёхаем в Припять и лутаем два тайника, которые там есть. Посмотрим, посмотрим, чё в Припяти заныкали. Надеюсь, чё-то годное. Последнее, что было известно о нём, это то, что выжил только он один после выжигателя. Запас составил в каком-то бывшем универмаге и двинул дальше. Всё пошло не так, как планировалось, а ведь это был лучший лидер свободы за всю нашу историю. Боже, мне аж не хватило дыхания прочитать. Вот оно. ГП-37, 90 патронов бронебойных к нему и 4 заряда М-209. Неплохой, конечно, запасец, но могло быть и лучше. И последний, последний тайник, который завершает наше видео, это тайник, который находится где-то здесь. Вот тут крест, и в нём у нас... ЧЕГО? Экзоскелет ПНБ-4УЗ. Базовый прибор ночного видения заменён на более современную модель с цифровой фильтрацией сигнала. ЧЕГО? Мне интересно, подожди. Так. А, ну, говнище, короче, а не ПНВ. В саркофаге нет тайников, я только что проверил на сталкер Вики. То есть там ничего об этом не говорится, и, соответственно, чекать тоже, смысла, нет. Ну что же, давайте подводить итоги, что мы нарыли вот на этом вот замечательном поле. Окей, давайте смотреть. Значит, мы нарыли, во-первых, винторез, во-вторых, ПБшечку, затем две кристальные колючки, просто колючка, два морских ежа, охотничий броник долго, две штуки ГП-37, две штуки ГРОМ, С-14, два Абакана, один ВАЛ, один с ГИ-5К, один калашик укороченный, три ЛР-ки, три обреза, две гадюки, один винторез, прокачанный экзоскелет, 34, ну, ещё там плюс парочку, которых мы заезжали, бутылок водки, укреплённый комбез наёмников, три калаша, боевой чейзер, спас, ССП-99 эколог, комбинезон сталкера, два костюма наёмника, комбинезон ветер свободы, аномальная кожанка, два колобка, ещё две кристальные колючки, ещё пять колючек, две бандитские куртки, две кожаные куртки, ну, три даже, окей. Девять научных аптечек, плюс парочка та, которую мы заюзали, 21 армейская аптечка, 60 простых аптечек, одна плёнка, одна батарейка, 155 патронов, 12 x76 жекан, 35 дробей, 40 патронов, 45 АЦП, 130 патронов, 939 мм, СП-5, батарейка, ещё, кстати, почему две батарейки? И они, причём, разные эти штуки дают, странности. Три слюды, 12 слизняков, 10 слизи, две штуки маминых бусов, бусов, лунный свет, один, пять бенгальских огней, пять огненных огней, огненных шаров, точнее, 8 капель, 8 ломтий мяса, 5 крови камня, 2 кристалла, точнее, 1 золотая рыбка, 10 артефактов грави, 8 вывертов, 6 каменных цветков, 7 медузы, 605 патронов, 939 СП-6, 10 патронов, 7-62, 7-H, 14, 60 патронов, 7-62, просто БП, 600 патронов, 5-56 бронебойных, 60 простых патронов, 5-56, 1005 патронов, бронебойных, 5-45, 180 простых патронов, то есть мы можем заметить, что бронебойные выпадают гораздо чаще из тайников, чем обычные. Кора 919, 171 гидрошок, 160 патронов, 939 ПАП-9, 1 прицел ПСО, 1 подствольник М203, 1 подствольник ГП-25 Костер, 147 бинтов, 27 энергетиков, 80 антирадов, 71 тушеночка, кстати говоря, дальше уже не прокликивается, 16 зарядов ВОК, 18 таких же зарядов ВОК, только более круче, 620 патронов бронебойных, 9-19, 300 патронов, 9-18 бронебойных, 230 простых патронов, 9-18, затем СИПТ М200, затем у нас 9-19 патронов, 60 штук, 2 форы, дальше уже реально не прокликивается, лол, даже не могу захватить. Короче, 1 УДП Компакт, вроде так этот пистолет называется, потом вот это вот ВОК, по-моему, 2 штуки, 18 гранат РГД, 9 гранат Ф1, 37 зарядов М209, 4 глушителя, 1 прицел СУСАТ, САСАТ, ОРДА САСАТ, 1 хвост псевдо-собаки и 6, 6, 6, а что это за артефакты-то, это, по-моему, эти, светляки, не, не светляки, ща посмотрим, короче, подожди, допустим, навыбрасываем тут всякого, чтоб светляки повыше поднялись, а, это у нас вспышки, окей, давайте посмотрим, как, короче, выглядит наш лут, если его выбросить, вот так вот выглядит всё добро, которое мы нашли в тайниках, вы только посмотрите на это, у меня 4 фпса, боже мой, и, да, это был довольно-таки интересный эксперимент, я узнал кучу новых тайников, которых не знал до этого, надеюсь, вы тоже что-то новое узнали, и, на этом, пожалуй, всё, мы залутали абсолютно все тайники, которые можно было залутать в Сталкер Тень Чернобыля, и, если бы вы хотели увидеть подобное видео и по чистому небу, где такая же система тайников, как и в Тенях Чернобыля, и по зову Припяти, то обязательно поставьте лайк, если здесь будет много лайков, то я как можно скорее займусь этим. Ну, а вам я хочу сказать огромное спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить, опять же, лайк, а также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, если вам нравится мой контент, также переходите по ссылке в описании, там много всего интересного, в том числе и ссылка на мою группу ВКонтакте, где вы найдёте кучу мемов и новостей касательно канала. В общем, всего вам доброго и пока! Субтитры сделал DimaTorzok